Вместе висит объявление о проверке газового оборудования. Двое мужчин с кипоидокументов и спецодежды уже приготовились зайти в подъезд. Говорят, чтобы проверить газовое оборудование. На первый взгляд все входится. Форма есть, документы имеются, объявления висит и на закон ссылаются. Какое у вас оборудование? Как вы будете проверять? Визуальный осмотр? Это уже первый повод для горожан насторожиться, если к вам в квартиру постучат такие сотрудники. Во-первых, газовые службы проверяют трубы с помощью газового опрессовщика. Во-вторых, объявляют о проверке газа ваша управляющая компания. Вы можете в любой момент позвонить диспетчеру и уточнить, имеются ли в доме проверки. Осмотр газового оборудования происходит один раз в год. Между вашей управляющей компанией и организацией, которая производит осмотр, заключен договор. Сначала управляющая компания назначает время, и только потом организация имеет право прийти и проверить оборудование. Тот сотрудник ссылался на 410-е постановление правительства. Оно гласит, что проверка газового оборудования проводится один раз в год, но делать это должна только та компания, с которой заключен договор. У нас, соответственно, составлен график всех этих домов, да, то есть составлен с этими управляющими компаниями, да, ТСЖ, с ними договора на основании вот этого, да, то есть если у них подошел срок, мы распределяем дома, то есть какой период их нужно сделать, какой первый дом, какой второй и так далее. Таким образом, алгоритм мероприятий по проверке газа такой. Сначала управляющая компания оповещает жителей. Если есть сомнения по поводу объявления, позвоните диспетчеру и уточните, когда в ваш дом придут газовики. Затем приезжает газовая служба, опрессовывает дом, далее подъезд и только потом стучится к вам в дверь. Впускать газовиков без предупреждения управляющей компании не нужно. Елена Силакова, Степан Некрасов, Новости Верхнекоме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова